В интернете появились первые кадры, сделанные, по словам их автора, после резни в деревне Тремса. По данным сирийской оппозиции, в результате артобстрела регулярной армии и последующей зачистки лояльным президенту Асаду ополчением, в Тремсе погибли около 220 человек, в основном мирных жителей. О столкновениях в Тремсе сообщило и государственное телевидение Сирии, обвинившее в бойне вооружённые террористические группировки. В новостях говорилось лишь о трёх погибших солдатах сирийской армии, об остальных жертвах не упоминалось. Независимых оценок числа жертв и того, как они погибли, пока нет. Невооружённые наблюдатели ООН на фоне эскалации насилия не покидают пределов Дамаска. Вместе с тем, глава миссии наблюдателей генерал Роберт Муд заявил, мы можем подтвердить факт продолжительных боёв вчера в районе Тремсы. В них участвовали мотострелковые подразделения и вертолёты, вела стрельба с закрытых позиций. Муд также дал понять, что миссия хотела бы вернуться в поле, быть на месте, рядом с народом Сирии и во имя народа Сирии, по его словам. Ранее предполагалось, что наблюдатели на фоне растущей волны насилия должны переориентироваться на посредничество в политическом урегулировании. Дипломатическим фоном для очередной резни стали переговоры в Совбезе ООН по проекту резолюции, предусматривающему возможность более жёстких санкций в отношении Сирии и даже военного вмешательства на основании статьи 7 Устава ООН. Россия, обладающая в Совбезе правом вето, заявила, что не приемлет применение к Сирии внешней силы.